Девушки отдыхают Регулярные более задачи, которые мы решаем Как создавать современный холод в ритейле Для того, чтобы цепочка холода была правильная Как успешно инвестировать в эти направления Юрий поделится У него огромный опыт создания различного рода проектов Надеюсь, вы для себя какие-то новые идеи подчеркнете Для того, чтобы наши новые площадки Или текущие перестраивать на новый лад Передаю слово вам Спасибо, Наталья, спасибо Действительно, много времени мы уделили теплу И не теплу Но холод так или иначе присутствует в наших производствах В собственных производствах В ритейле вообще это огромная составляющая Как и энергопотребление, так и элемент сохранения продукции Поэтому сегодня поговорим о холоде Поговорим о том, что изменилось за последние два года В связи с известными событиями Насколько изменились технические решения В связи с уходом практически всех европейских компаний Поставщиков компонентов И американских тоже, что изменилось или не изменилось в технических решениях Как поменялась компонентная база Как нам работать в условиях, когда информационный поток несколько ограничен То есть мы сейчас так легко не можем посещать европейский выстав К сожалению, по определенным причинам Как это было раньше И вот эти проблемы мы сейчас, так сказать, озвучим, рассмотрим Несколько слов о компании КТС и Интерколот Эти две компании входят в группу компании Росхолод Я считаю, что это старейшая компания на холодильном рынке Я сам в холоде уже более 25 лет Так вот, сегодня у нас 20 марта Через три дня нам исполняется 29 лет Это много, это много по меркам бизнеса достаточно Компания зрелая Одна из крупнейших компаний в России Имеет три основных направления Первый – это дистрибьюция компонентов То, из чего состоит холодильная система А холодильная система, надо сказать, что состоит, как правило От 30 до 70 компонентов в каждой холодильной машине Очень много, очень много Так это первое направление – это дистрибьюция компонентов Второе – это производство из этих компонентов в холодильные машины. Ну и третье, достаточно новое направление, это инженерный, собственный инженерный центр. По финансовым показателям, суммарный оборот компании более 15 миллиардов рублей за 2023 год, ну, достаточно большая цифра, на мой взгляд. Отдельно по логистике. Собственный автопарк. Во-первых, посмотрите на географию наших складов. Они находятся в более чем 18 городов присутствия в России. В собственный автопарк более 50 автомобилей различного тоннажа. Собственный автопарк, собственный. Причем туда входят в эти 50 машин, автомобилей. Входят как и большегрузы, так и так называемые мальки. То есть небольшие машинки, которые возят достаточно динамично и быстро со склада к клиенту. Это значит, что где бы вы ни были, где бы ни был расположен ваш бизнес, вы всегда, мы всегда будем рядом с вами, поскольку география наша достаточно обширна. Ну, если говорить о брендах, я понимаю, что компонентный бизнес – это не ваш бизнес. Тут просто хотел месседж этого слайда следующий. У нас более 35 брендов от производителей, причем прямые поставки с завода-изготовителя. То есть это не купил, продал, там еще второе плечо и так далее. Это прямые поставки. И я прошу запустить видео. У нас крупнейшие склады в России, да в общем-то и ближние зарубежные, и даже европейские страны не могут похвастаться такими складами. На складе находится товарная продукция на полтора миллиарда рублей. Так, на всякий случай. И от них только компрессоров, вот эти вот черненькие штучки такие, которые справа-слева находятся, на складе более 100 тысяч штук. Вдумайтесь в эту цифру. Не все европейские производители, далеко не все, имеют такие склады у себя. А мы имеем. Потому что сроки сегодня изготовления до полугода, а мы должны обеспечивать, образом говоря, там в недельный срок поставку любого компрессора для любой комплектации. Ну и, наверное, главное, так вот, так сказать, по заканчиванию, так сказать, о компании рассказывать. Главная стратегия компании в следующем заключается. Да, это широкая продуктовая номенклатура. Второй такой я, честно говоря, не знаю в России. Развитая инфраструктура, говорили сейчас об этом. Широчайшая складская программа. Но есть еще один компонент. Это инженерный центр. Собственный инженерный центр. Я не знаю ни одной второй компании в России с дистрибьюторским бизнесом, которая имеет свой инженерный центр. Он возник после того, как после известных событий иностранные компании покинули наш рынок. Большинство покинуло наш рынок. Европейский, я имею в виду. И тогда директор компании Сергей Смирнов принял решение о создании замещения так называемого вот этих функционалов иностранных компаний. Что делали компании, где, скажем, я работал в частности в компании Американск, Эмерсон. Что делала эта компания? Мы не только предлагали тогда комплектацию, мы еще и решения предлагали, проводили на рынок, их, так сказать, пробовали в сети. С сетями я работал. И сейчас, кроме меня, я был директором развития в ритейле этой компании. У нас работает директор по продажам компании Bizer в России и СНГ. Это крупные фигуры. У нас работает человек, который занимался продажей в России и СНГ вентиляторов. ИБМ, ПАПСТ. У нас есть специалисты-проектанты, специалисты-технари, которые выезжают на запуск и на шеф-монтаж нашего же оборудования. То есть у нас полноценный инженерный центр. И этим мы, в общем-то, ну, наверное, отличаемся выгодно от многих других дистрибьюторов. Как устроен рынок холодильный вообще в России? Я допускаю, что не все об этом знают. Устроено следующим образом. Есть какой-то дистрибьютор федеральный, скажем, компонентов. Вот синенькие стрелочки – это движение товаров, а зеленый – это информационный обмен. Значит, вот он продает локальному дистрибьютору или ОИМ, это тот, кто собирает из компонентов агрегат там, тот инсталлятор, дальше, конечно, покупатель. Конечно, покупатель – это вы. Но все время у, конечно, покупателя возникает вопрос. Он работает только с одним по информации. Видите, он работает только с инсталлятором, либо с ОИМ. А правильно ли я покупаю? А то ли я покупаю, что нужно для моего холодильного бизнеса? Ну, не бизнес, для холодильного цикла. Какие технические решения сегодня актуальны? Может, я покупаю вчерашний день? Такое вполне может быть. Дело в том, что информацию он черпает только от одного, от инсталлятора, либо от ОИМ. И это хорошие компании, точно. Но не факт, что они находятся на передке, что называется, на передке технологий. Поэтому вот эти вопросы все возникают. В Европе есть особый класс компаний. Они называются консультанты. Это независимые компании. Они работают над тем, чтобы у конечного покупателя, у всех работников этой цепи была правильная информация о современных методах, о законодательных актах, которые будут запрещать или разрешать или ныне хладагент в ближайшее время. В России такого класса компаний нет. Они начали было зарождаться, но потом дисциплины исчезли. Так вот, компания, компоненты технических систем КТС берет на себя функции вот этого консультанта. Мы работаем напрямую, видите, как с конечным покупателем и рассказываем, какое техническое решение с холодильной системой сегодня актуально. Какие холодильные бренды использовать, особенно сейчас, в силу того, что часть брендов исчезла. Какие исполнители на сегодняшний день являются самыми сильными в плане инсталляции, в плане обслуживания холодильных систем. Ну вот, этот поток информации и эта связь, она является ключевой для нас. Мы работаем с конечным клиентом, то есть с вами также. Ну, на основе нашего моего опыта, а я более 15 лет работаю в ритейле, в технических решениях для ритейла. Какие основные критерии предъявляет заказчик, то есть вы, к техническому решению? Первое – это, конечно, стоимость оборудования. Если вы скажете, что вас это не волнует, я буду сильно смеяться. Второе – энергетическая эффективность. Это очень важный параметр. Почему? Кто-нибудь скажите мне, пожалуйста, вы же тут владельцы и участники собственных производств. Какой процент электроэнергии съедает холодильное оборудование от всего? Ну, скажем, платите вы 100 тысяч там в месяц за электричество. Сколько съедает холодилка? Ну, затрудняетесь в виде ответа. Значит, я скажу. В собственных производствах это от 20 до 40 процентов электроэнергии. От 20 до 40. Ну, потому что там есть тепловое оборудование достаточно, там, сказать, энергоемкое и так далее. А в ритейле, внимание, от 70 до 80. То есть это самая прожорливая часть всего магазина, то есть за электроэнергию. Особенно после того, как стали светодиодные лампы, значит, там эта составляющая упала. Поэтому самая прожорливая часть. Поэтому холодильное оборудование крайне-крайне важно. А оно работает 18-20 часов в сутки. Уровень шума. Ну, для производителей, для производства это не так актуально. Я так понимаю, что там где-то все-таки они находятся не в центре города, скорее всего. Но для магазинов это актуальнейший показатель, потому что закрываются магазины по причине того, что бабушка в соседнем доме плохо спит. Она и так плохо спала. Стало еще хуже бабушке спать. Поэтому это важный аспект. Хотя мне, Наталья, уверяет, что и для производства тоже этот показатель важен достаточно. Надежность оборудования. Особенно актуальна сейчас. Почему? Потому что у нас сильно применялся состав комплектующих. По понятным причинам. Ну, сервисная доступность тоже важна. Иногда мы предлагаем решения, которые невозможно обслужить в регионе. Что толку? Мерседес обслуживают там в деревне, где-нибудь там далеко. Ну, не обслуживают там автомобиль. Поэтому мы предлагаем такие решения, которые удобны в плане эксплуатации и обслуживания. Ну, и мы как ателье, мы, в общем-то, шьем под заказ, если клиенту нужны какие-то особенные условия. Скажем, для больших магазинов актуальна рекуперация тепла. Ну, там есть тепло от конденсатора. Чего ж его не утилизировать, не нагревать воду хотя бы для бытовых нужд, для прогрева. Диспетчеризация и так далее и тому подобное. И вот на все вот эти вот вызовы... Извиняюсь, меня слышно? Я так вроде кричу, кричу, слышно, да? На все вот эти вызовы у нас есть свое решение. Есть технологии, которые позволяют существенно повысить эффективность, снизить себестоимость продукции, уменьшить шум. Кроме того, есть, значит, экологические составляющие немаловажно. Они поговорили сегодня отдельно, будет несколько слайдов. У нас есть такие решения по новым хладагентам природным. И, повторяю, мы шьем индивидуальные решения для заказчика. Мы готовы их делать индивидуальными. Ну и мы сказали о компонентной составляющей, сказали об инженерном центре. Ну, у нас есть, собственно, производство. Оно не такое гигантское, громадное. Но вот ассортимент продукции, которые, так сказать, оно выпускает. Для холода вполне, для магазинов всех форматов хватает этого. Ну и я попрошу сейчас... А, да, вот это один из вариантов. Кстати, он на выставке здесь представлен. Можете, в павильоне на стенде Росхолода эти машинки представлены. То есть это аппараты для быстрого охлаждения, либо заморозки продукции. Они где-то от 50 до 70 килограмм за час с небольшим, они, так сказать, замораживают. От 25 и так далее. Все зависит от толщины и от входной температуры продукта. Я попрошу запустить видео. Повторяю, вживую этот шкаф вы можете увидеть на стенде, значит, что тут недалеко находится, в этом же павильоне. Но скажу, что вот так это выглядит. Ну, я буду просто говорить попутно того, попутно того, как будут эти видео. Это на относительно небольшие холодопроизводители, на относительно небольшие мощности. Если говорить о больших, о заморозке там тонна в час и так далее, мы тоже такой продукт имеем, уже делает не наша фабрика, потому что это гигантские машины, там специальные машины конвейерс, так сказать, работают. А мы поставляем для этих агрегатов, для этих аппаратов, свои агрегаты. Собственно, изготовление завода Интерколд. Ну, надо сказать, что качество продукции зависит от скорости заморозки. Так вот, наши аппараты имеют внутри температуру минус 36, и продукт получается качественный. Почему? Потому что, знаете, наверное, технология, когда замерзает вода, она рвет мембраны, и вот этот сок потом вытекающий, это тогда, когда мы медленно и мучительно замораживаем продукт. Если мы погружаем в минус 36, замерзание идет моментально, не успевает порвать мембрану межклеточную, и продукт даже при разморозке потом остается вот этой лужи, под ним не остается большой. Ну, повторюсь, что этот аппарат вы сможете найти непосредственно на стенде Росхолда, прямо здесь же, в этом же павильоне. Спасибо. Следующий слайд. Ну, тут должен был быть кейс в ритейле, но тут, значит, поскольку их 20 тысяч магазинов таких построено, тут вот считайте, что это кейс на 20 тысяч. За 15 лет работы мы отшлифовали решения в ритейле до минимальных цен, максимальной надежности. И сегодня то решение, которое мы предлагаем для ритейла, здесь для малых магазинов, есть и для больших, но я все-таки здесь в качестве кейса поставил слайд технические решения для малых магазинов. То есть это формат дискаунтер и небольшой супермаркет. Ну, и магазин, ну, дом, естественно, тоже. Так вот, вот это решение, которое здесь указано, оно позволяет снизить 15% годового энергопотребления. Я напоминаю, что это самый энергоемкий, так сказать, элемент магазина. Поэтому 15% снизив там, считайте, что процентов на 7, на 10 снижаете свои расходы на оплату электроэнергии за год в магазине вообще. Убираем звук 10 дБ. Вот эта шумоизоляция и применение специальных вентиляторов убирает звук на 10 дБ. Высокая надежность. Используются тандемы, два компрессора, в случае, не дай бог, выхода одного из строя, второй дотягивает. В общем-то, продукция не портится при этом. Ну, и суть этого решения следующая. Прежде всего, применение спиральных компрессоров. Вот так они выглядят. Вот здесь, причем с DC моторами, с моторами постоянного тока, с регулированной производительностью. Почему это надо? Потому что зимой магазин потребляет мало, а летом много. Ночью мало, днем много. Поэтому мы должны уметь регулировать производительность, причем плавно и в огромном диапазоне, то есть 25-100%. А это позволяет только компрессор с двигателем DC, которые инвертируемы и которые могут подстраиваться со своими оборотами под необходимую производительность. Плавающая температура конденсации. У кого еще нет, бегите. Это очень хорошая вещь, потому что она очень сильна в наших условиях, особенно в условиях, скажем, Сибири, северных регионов. Это там просто кладезь экономии электроэнергии. Малошумный вентилятор-конденсатор и шумоизоляция, вот так, как здесь изображено, компрессор упакован в эту изоляцию, позволяет снизить нам шумы. И, соответственно, для ритейла очень важно, особенно для тех магазинов, которые находятся в районе городской застройки. Применение электронных вентилей – это специфика такая. Об этом кого заинтересует, отдельно скажу. Ну и применение мониторинга с различной глубиной, от магазина до глобальной сети, в общем-то, это тоже сейчас применяется. У кого не так, вот что-нибудь не такое, обращайтесь, потому что это ваш источник экономии электроэнергии, экономии оплаты и за счета, за электричество, и, в общем-то, капитальный затрат сюда тоже как бы входит. Справа сети, которые используют это решение. Сразу скажу, что все вот эти сети, которые здесь перечислены, это Магнит, Пятерка, Вкусвилл, Дикси, Верми и так далее. На самом деле их больше, 15 федеральных сетей просто здесь не поместились, и национальных. Так вот, когда мы говорим о системном использовании, это не значит, что там, ой, три магазина построили. Значит, Магнит 100%, ну ладно, 95% вот это вот решение используется. Пятерка, 95%, ну написано в ТЗ 100%, ну понятно, что 5% где-нибудь не хватило, прихватили, где-нибудь другое решение сделали. Вкусвилл, Дикси, Верми, это все сети, которые абсолютно в своем ТЗ вписали это решение, и его используют, в общем-то, всегда. В итоге на сегодняшний день более 20 тысяч магазинов инсталлировано с этим решением, и тут я могу сказать только одно, присоединяйтесь. У кого не так, присоединяйтесь. Теперь следующий вопрос, актуальный. Что делать с компонентной базой? Все понимают, что до 22 года была одна компонентная база, после 22 года она сильно изменилась. Прежде всего в сторону того, что ушли бренды европейские, практически все, но остались только китайские. И вот таблица, значит, поделена на две части. 2021 год, и сейчас правая часть появится, сегодняшний день. Вы помните, мы с вами критерии рассматривали основные, которые, так сказать, самые важные критерии для ритейла при выборе решений технического. Это стоимость, это эффективность, уровень шума, надежность и так далее. Значит, давайте сравним стоимость, скажем, компрессоров китайских брендов и европейских в 2021 году. Ну, в условных, так сказать, в относительных единицах, там, за единиц, если взять стоимость китайского бренда, то европейские стоили от 10 до 30 процентов дороже. Ну, так всегда было, ничего с этим не сделаешь, они дороже стыдно. Энергоэффективность, это потребление. Всегда европейцы были лучше. И сейчас лучше. И нечего с этим спорить. Энергоэффективность все равно у европейских машин выше. Ну, в компании, где я раньше работал, энергоэффективность была поставлена вообще во главу всего там. Не смотрят на цены, смотрят на энергоэффективность. И мотивировали тем, что за пятилетний цикл работы, а именно столько обычно работает холодильный оборудовый магазин, 5-7 лет, не больше, потом он радикально меняется, за это время вот это равенство в цене отбивается энергоэффективностью. Ну, здравый смысл в этом есть. По уровню шума одинаково, по надежности одинаково, по доступности рынка, запас на складах. В 21-м году все было одинаково. Но наступает наше время. Тут уже можно 24-й год поставить было на самом деле. Что мы видим сейчас? Цена 1,8-2,5. То есть подорожала, ну, на сумасшедшие деньги. То есть не 30%, а 150% разницы. Что делать? А почему такое произошло вообще на самом деле? Ответ простой. Во-первых, в Европе сильно выросла стоимость компрессора. Себестоимость. Почему? Европа отказывается от российского газа, а энергоемкость производства сборок компрессоров очень большая. Там очень много сварки, электрофореза, покраски и так далее. Поэтому даже если бы ничего не происходило, то процентов 25-30 в цене уже прибавил европейский бренд. Плюс еще кривые пути провоза, понятно, там не напрямую, да, там через какие-то буферные компании. И вот мы видим цену с вами, жалко, не видно, курсора, значит, 2,5 раза. Эффективность как была выше, так и осталась. Но теперь за 5-7 лет не отобьется эта цена. Вот что хочешь делай там, это внуки отобьют, только разница в этой цене. Поэтому остальные показатели те же самые, кроме только доступности. Стала доступность европейских брендов крайне тяжелая. И мы бы не рекомендовали, если мы говорим о серийных проектах, влезать в европейские бренды. Потому что сегодня мы можем привезти, мы-то можем привезти, мы все что угодно можем привезти. Но для стабильных поставок, для поставок, исчисляющихся там 50-100 штук в месяц, может сбойнуть где-нибудь в Турции или еще где-нибудь, может, ну понятно, что ненадежно. Вот, в отличие от Китая, там прямые поставки, там все хорошо. Поэтому внизу месседж слайда. Китайские бренды – это оптимальный выбор для существующих сегодня решений. Ну, это что касается компонентной базы. Теперь, значит, давайте по брендам пройдемся, тем же самым китайским брендам. Все, выбрали Китай, слава богу, поехали в Китай, посмотрели на выставку, увидели компрессоры. Здесь разные бренды представлены, разные компрессоры, спиральные, поршневые и так далее. На самом деле это поле можно продлить еще метров на 7 туда, и все будет в компрессорах. То есть очень много. Как разобраться, какой бренд следует применять, какой не следует применять? Сложная вещь для непрофессионала. Мы используем некоторые критерии при выборе поставщика компрессоров, которые для нас, на наш взгляд, являются важнейшими. Первое – это наличие собственного производства основных деталей и узлов для компрессора. Компрессор состоит из многих деталей, из многих узлов. И очень важно, чтобы они сделались здесь же. Они покупались там, 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 перекупались 2-3 раза и так далее и тому подобное. С непонятным качеством. И вот когда мы применяем вот это вот критерие сюда, то у нас, о ужас, исчезли некоторые модели, просто исчезают некоторые поставщики. Следующий критерий – свой инженерный конструкторский центр. Почему это важно? Если этого не будет, это будет просто копия европейских изделий, и не более того. Это вы будете иметь вчерашний день Европы, и все. Надо сказать, что китайцы, они двигаются хорошо вперед. И те компании, которые, так сказать, мы предлагаем, у них свои инженерные центры есть, они сами имеют свои лаборатории испытательные и конструкторские лаборатории имеют. Поэтому, применяя вот этот вот критерий, мы видим, что в этой картинке почему-то исчезает еще некоторая бренда. Дальше критерий – значимые объемы выпуска. Опасно работать с заводом, который делает 150 или 100 тысяч штук в год. Это небольшой завод. А небольшой завод – значит, низкая стабильность поставки, низкая стабильность качества комплектующих, и низкая стабильность готового изделия. Применив этот критерий, у нас исчезает еще часть продукции. Ну и, в конце концов, наличие программы подбора каталогов, поддержка сервиса, сервисоставляющих. Когда применяешь, то, в общем-то, оказывается, что из великого многообразия, там, пять полей сюда, остается не так и много. И разобраться в этом могут только профессионалы. Поэтому мы говорим, если у вас волнует какой-то бренд, обращайтесь. Мы дадим консультацию, какой бренд следует брать, а какой, возможно, лучше, наверное, и не использовать. Еще один важный момент – информационный, так сказать, голод. Если раньше мы с вами все могли поехать на любую выставку в любую страну Европы и мира, то сейчас в силу определенных ограничений доступ в некоторые страны, так сказать, затруднен. Не то, что совсем невозможно, но затруднен. Вот, например, сверху написаны выставки европейские. Это Челвент – это центральнейшее событие двухлетия. Раз в два года она проводится, эта выставка. И это центральная выставка всех холодильщиков мира, Европы и так далее. Еврошоп – это такая же гигантская выставка по магазинам. Она в Дюссельдорфе проводится раз в три года. Мостоконвент – это итальянская, миланская выставка по системе кондиционирования. Ну и прочее. Так вот, сейчас, к сожалению, доступ на эти выставки несколько ограничен в силу того, что… Понятно, в силу чего даже комментировать не буду. Ну, остается только китайская выставка. Никто не отменяет это хорошую выставку, достанется на самом деле China Refrigeration и некоторые другие еще выставки. Это касается большинства наших соотечественников, но не касается нас. Мы все равно продолжаем посещать эти выставки. Только-только наши специалисты приехали с миланской выставки, где выставлялись современные решения в области кондиционирования промышленного. И промышленного, прежде всего, нас интересовало. Мы планируем посетить выставку «Чилвента». Она будет в этом году с 8 по 10 октября в Нюрнберге. Отличная выставка. Еврошоп будет на следующий год, в этом году не будет, он раз в 3 года проводится. Тоже будем посещать. Ну, и никто не отменяет традиционные выставки китайские и так далее. Для чего я все это показываю? Дело в том, что выставка – это же как бы передовой, ну, что ли, фронт, где показываются такие концепт-кары. То есть, ну, не кара, конечно, концептуальные модели, которые потом, в течение следующих нескольких лет будут двигать рынок в ту или иную сторону. Поэтому посещая эти выставки, мы находимся в центре, так сказать, событий, в центре информационных событий. Да. Ну, и взял, ого, как покривило-то. Хорошо, значит, и в завершении, наверное, еще один инженерный момент, на который я хотел бы обратить внимание с этой трибуны. Дело в том, что, может быть, вы слышали, может быть, нет, но есть такая проблема – глобальное потепление, коэффициент глобального потепления и так далее, и тому подобное. Он называется GVP, и Европа приняла свой график сокращения веществ, которые увеличивают этот коэффициент глобального потепления. И вот этот сиреневый цветографик такой прямой – это динамика снижения вывода из употребления веществ, фреонов в том числе, который влияет на повышение коэффициент глобального потепления. Это сиреневый график для Европы, оранжевый – это для А2 countries, куда входят Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан, Азбекистан. Как видите, график более щадящий, но в конце концов вывод один – надо прийти сюда, к 1936 году. И после 1922 года я пристал слышать о том, что мы поддержим вот эти все вещи, что мы там присоединяемся. Но осенью прошлого года президент наш сказал, что мы будем соблюдать вот эти вот нормы. А это значит, что вывод из поставки количества фреона, традиционных водогентов фреонов, будет вот таким образом, в общем-то, несколько снижаться. В 2020 году, кто плохо помнит, это 5-процентное снижение вызвало повышение стоимости на фреон в 10 раз. В 10 раз баллон фреон стал стоить дороже. Следующий скачок у нас в 2025 году. Тут что-то криво получилось, на самом деле будет ровно. Так вот, если 5-процентный вызвал такой ажиотаж, то следующий может вызвать тоже. И очень коротко скажу, что же нам делать в этой ситуации. Значит, на самом деле существует 4 вида холодогентов. Традиционные, так называемые, гидрофторолефины, гидрофторуглевод ГФУ. Вот он, 404-й наш любимый, который заправлен, наверное, в 100% ваших в ваших холодильных машинах. Потом идут, так называемые, гидрофторолефины. Это европейское чудовищное порождение. Ну и в конце натуральный холодогент, который всегда есть, были и будут, видимо. Но что в итоге? В итоге сокращается ВОЗ-44, у нас его не будет. Что касается вот этих вот двух фреонов, гидрофторолефинов, одни не горючие, а вторые ощущающие горючие, к тому же. Обращаю ваше внимание, что они производятся только в Европе и Америке. Будем ли мы связываться с теми жидкостями или холодогентами, которые производятся в Европе и в Америке? Ответ – нет. Потому что санкционный товар может быть завтра перекрыт, а фреон – это как кровь в нашем теле. Это то, что движется и делает процесс. Без фреона ничего не происходит. Нет крови, нет человека, нет фреона, нет холодильной системы. Поэтому вот эти две позиции тоже исчезают. И вот с чем мы остаемся. Вот он, GVP-1, GVP-4, GVP-0 – это коэффициент глобального потепления. Global Warming Potential. То есть вот наше с вами будущее. Чего это показывает? Потому что, в принципе, через какое-то количество времени мы неминуемо к этому должны будем прийти. Значит ли это, что нам сейчас надо бросать все, кидать там 44-е и ставить на вот этих водогентов машины? На мой взгляд, ответ – нет. Но однажды, проснувшись и взяв в руки газету, или почитав в интернете новости, мы узнаем, что принято Минприродой России, принято решение о сокращении ввоза хладагентов с высоким GVP-44. И чтобы не упасть сразу в обморок, нам хорошо бы с вами иметь в своем портфолио один-два варианта альтернативных систем. Попробовать. То есть, если у вас сейчас есть система на небольшой мощности на традиционных хладагентов, мы минуем европейский опыт через гидрофторолифины, мы сразу же переходим на СО2, скажем. Ну, СО2 просто он удобен тем, что он не токсичен, не пожаропасен, в отличие от пропана и аммиака. Промяк, кстати, я вообще бы там… Сейчас я вернусь назад. Вот это вот. И у нас уже время. Все, окей, это фактически последний слайд. Итак, значит, аммиак я бы не рекомендовал использовать, кто на шатырь нюхал, помнит, что это такое. Пропан – хорошая штука, слов нет, но пожароопасная. И от СО2 он, в общем-то, нейтрален. Поэтому, коротко, значит, сразу предлагается попробовать портфолио сделать на СО2. Не значит, что надо все менять, но попробуйте, чтобы вас не пугало это. Ну, а в больших магазинах, в больших форматах тоже сразу переходим на СО2, но на некоторую бустерную систему. Я понимаю, что времени мало, кого интересует, подойдите ко мне, пожалуйста, я расскажу об этом более подробно. Ну, в принципе, все. Я хотел с вас только итоговый слайд. Сейчас на этом слайде я предлагаю какой-то момент проговорить. Компания «Разхолод» организовывала в прошлом году достаточно серьезную выставку «Мир» в Казани, которая позволила достаточно большому количеству людей увидеть все решения по холоду в общем доступе. И она такая очень насыщенная, много партнеров было. Есть некоторая вариация возможности в следующем году в апреле сделать специальную врезку, связанную с... и почтовок будет емкость в первом году. Д